Могли проткнуть плечо шпагой, ну как проткнуть просто, уколоть, да, чтобы капелька крови вышла. Как же мне повезло, что я все-таки родился здесь, а не где-нибудь, да. Смотрите, какое чудо чудное, диво дивное у меня есть. Вот так вот берешь, наводишь на здание, и тебе показывается в онлайн-режиме, в реальном времени, как это выглядело раньше. Невский проспект, да, а убираешь? Убираешь, и видишь, что было. А потом опять хоба, ну не круто ли, а? О, Петиневская аптека. А главное, бесплатно, понимаете, в чем прикол? Приложение Red Guide. Ищите во всех рыбных магазинах города, на всех оптовых базах по продаже стройтоваров и так далее. Мне нравится выстраивать концептуальные маршруты, и сегодня мы пойдем немножечко от конца к началу. Дело в том, что, почему мы здесь начали? Потому что здесь не состоялась, не состоялась карьера одного из террористов. Фамилия его была Керенский, звали его Александр Федорович. И он мечтал, ну он вступил в партию эсеров, и он мечтал, на самом деле, присоединиться к отряду, который бы кидал бомбы, вот это вот, вот все бы делал. Где что у меня было записано-то, а? Наверное, наверное, вот здесь. Да. Итак. Среди гостей, бывавших в квартире Керенских, оказалась слушательница высших курсов Евгения Моисеенко. Про нее говорили, что ее брат Борис входил в боевую организацию партии эсеров. Действительно так, Борис Моисеенко, он был одним из фагурантов покушения на великого княжа Сергея Александровича, и погиб в 17-м году расстрелянный по приказу Колчака. Вообще, вот, перипетии судьбы иногда удивительные. К ней это обратился к сестре его, Керенский, с просьбой устроить свидание с братом. Встреча состояла в середине декабря. Обставлена она была по всем правилам конспирации. Керенскому было предписано в 5 часов дня пройтись по Невскому проспекту и от Аничкова моста повернуть на фонтанку. Вот сюда. Он повернулся, да? Здесь к нему должен был подойти гладко выбритый мужчина в пальто астраханской шапки. И попросить прикурить. Если вы сейчас наберете в гугле «астраханская шапка», у вас появится на самом деле шапка Алексея Михайловича, да? То есть одна из царских шапок. Поэтому я не знаю, что такое было тогда астраханская шапка, но, видать, какой-то бит. Действительно, он сюда свернул, молодой Керенский. К нему подошел Борис Моисеенко. Тот ему изложил Керенский желание вступить в партию. Но не срослось. Как уже потом выяснилось, когда Керенский был у власти, он спрашивал у Моисеенко, в чем прикол. А то сказал, что Азев, явно Азев не одобрил. Причем тут Керенский вообще, почему мы начали отсюда? Потому что не состоялся Керенский как террорист, зато он состоялся как масон и как глава не только Временного правительства, а вообще на тот момент, ну, фактически, такой диктатор России. Александр Федорович Керенский вступил в масонскую ложу по его данным в 1912 году. Вот историк масонства Леонид Мацых указывает другую дату и говорит, что это вообще произошло не в столицах. Не столь важно. А важно то, что масонство на тот момент, оно уже перестало быть тем, чем оно являлось в эпоху Пушкина и Екатерины II, если говорить о предыдущем, соответственно, периоде жизни. Уже не было этих обрядов, о которых я вам буду рассказывать. Это была, по сути, система просто тайных клубов. И самое главное, это была российская черта очень сугубо политизированных. И вот масонство сыграло одну из ключевых роль, на самом деле, в судьбе Керенского, потому что благодаря этому он и формировал кабинет министров свой. И вообще, на самом деле, вот мы будем говорить про такие личности, как Некрасов, Тереченко, Коновалов и так далее, они все были масонами, и состояли они не только среди членов Временного правительства, но и среди, что удивительно, казалось бы, Совета солдатских и рабочих депутатов, который существовал параллельно этому органу в 1917 году. Это вам такое интро, знаете, чтобы немножко мозги вскипятить. Вот. А мы должны посмотреть вот на это здание. Оно есть, на самом деле, у меня вот в этой книжке. Ну, собственно, не только оно, а вообще все здания, мимо которых мы идем. 62-й дом, вот если мы его сейчас откроем. Вот. Здесь изображен Алексей Иванович Путилов. И действительно, это здание было его, можно сказать, вотчиной, одной из. Он отсюда управлял нереальным количеством предприятий. И здесь конкретно располагалось отделение Русско-Азиатского банка, одного из самых могущественных банков в то время. Правда, контрольный пакет акций принадлежал французам. Вот там даже надпись «Банк» теперь есть. Видите, помпезное здание с огромным количеством атрибутов, которые должны были привлекать бабло вот сам непосредственно бог Меркурия Гермеско, Дуцеи, Ростры и так далее. То есть вся, соответственно, система вот этой торговой и банкирской темы. Путилов был тоже масон. Он вступил масонство и в ложу космос, организованным нашим соотечественником Павлом Яблочковым, изобретателем лампочки, так называемая свеча Яблочкова. И при чем здесь Керенский и Путилов, как они связаны? Дело в том, что летом 1917 года, помимо всяких разных историй, типа мятежа 3-4 июля, был еще так называемый Корниловский мятеж, который мятежом по сути не был. Так вот, спонсором, одним из спонсоров этого Корниловского мятежа был как раз Николай Иванович Путилов. Он еще в 15-м году предсказал, ну это мы знаем из книги Мариса Палеолога, посла Франции в России, он предсказал крах вообще Российской империи, царской семьи и рассказал ему про этапы, которые ждет наша страна. То есть степень, так сказать, эскалации в их каналии и все закончится красной анархией, что, собственно, и произошло. И поэтому, когда после Февральской революции установилась власть Временного правительства, ему стало понятно, что власти нет. И это правда. Дело в том, что вот это очень важный момент, я просто во время своих экскурсий понимаю, что люди совершенно не понимают, что происходило вообще летом 1917 года. Было двоевластие. Двоевластие, с одной стороны, было так называемое Временное правительство, которое постоянно менялось, сначала были в основном члены партии кадетов, а потом, после так называемой ноты Милюкова, где он сказал, что мы будем бороться до конца и воевать, хотя все желали отмены войны, но не все, большинство. И это вызвало апрельский кризис, после чего Милюков ушел в отставку. Было так называемое коалиционное правительство, куда пришли еще силы левой, то есть из Совета солдатских и рабочих депутатов. И вот связывающим, связующим звеном между ними был как раз Керенский. Он умудрился сесть на стул и туда, и сюда. И проблема была в том, что у Временного правительства была власть, но не было силы, чтобы эту власть поддерживать, то есть власть номинальная. А у Совета была сила, но не было власти. И вот знаменитая, соответственно, в этой связи фраза Ленина, что власть без силы и сила без власти очень хорошо характеризует ситуацию, которая тогда организовалась. Никто не хотел брать на себя полную ответственность за принятие каких-то ключевых решений. И поэтому Керенский довольно долгое время был очень удобной фигурой для всех, потому что он был таким козлом отпущения и оттягивал на себя вот именно ответственность за принятие решений. Кто такой Керенский, откуда он взялся? Он, как и некто Владимир Ульянов, вам не безызвестный, из города Симбирска. Более того, они учились в одной и той же гимназии. Более того, отец Керенского был главным в этой гимназии, когда Владимир Ленин, мемориальные доски, которому висят на каждом углу у нас, вот, например, вот здесь. Она говорит о том, что он здесь был постоянным читателем. Он уже был братом цареубийцы, у него была всего одна четверка в аттестате, и, в принципе, этого было достаточно для того, чтобы не выдать ему золотую медаль. Но отец Керенского распорядился, чтобы не выдавать Ленину не только волчий билет, а вообще, чтобы он получил эту золотую медаль. То есть, такой был достаточно прогрессивный, демократичный человек. Керенский начинал свою карьеру адвокатом, но, чтобы вписаться в эту историю с адвокатурой, он начал сначала заниматься мелкими делами и понял, что популизм – это наше все. Поэтому в 1905 году, когда произошел такой общественный взрыв, и, наконец, у общества появилась возможность заниматься политикой официально, Керенский понял, что вот это его конек. Он понял, что политическая сцена – это сцена в буквальном смысле этого слова. Потому что там можно толкать красивые речи и зарабатывать себе призовые баллы на этом. И его жена, она поработала с ним как имиджмейкер. Дело в том, что у Керенского изначально были такие жидкие волосы, которые очень некрасиво падали ему на лоб. И очень увесистый такой, мясистый нос. Она предложила ему это все дело убрать, подстричь бобрик, что он и сделал. И второй момент, очень характерный. Если вы посмотрите на фотографии той эпохи мужиков, то вы увидите, что они все, ну, как минимум с усами. А еще и с бородами очень часто. Потому что это был, ну, такой тренд той эпохи. Гладковыбритыми в основном ходили актеры. По понятным причинам, потому что им нужно было играть различные роли, и у них все эти усы и волосы были накладные. Так вот, Керенский ходил гладковыбритыми. И этим тоже очень сильно выделялся. Он одним из первых надел военную форму. Причем это был такой странный френч, иногда синего, иногда зеленого цвета, который не отражал военные атрибутики никакой страны. Он был такой относительно нейтральный. И Керенский, конечно, был просто мастер элокуэнции, мастер слова. Он был прирожденный оратор. И он был прирожденный вот конструктор таких, знаете, фразеологем, которые очень хорошо ложились в уши слушателей, потому что он чувствовал нерв эпохи. Чтобы вы понимали, насколько популярной была вообще личность Керенского в тот момент, я вам буквально вот несколько стихотворений зачитаю. Например, «На солнце сверкаешь тыками, пехота за ней в глубине, донцы, казаки перед полками, Керенский на белом коне». Это Леонид Канегисер, который потом убил у нас Моисея Урискова. Я об этом рассказывал отдельно. Там, кстати, вот дом, где висят мемориальные доски, среди которых доска Спиранскому. Это тоже есть у меня в книжке. Но в книжке у меня нет сообщения о том, что Спиранский был масоном. И привел его туда в масонство его покровитель. Куракин. Но это немножко другая история, в которую мы пока не будем вдаваться. Едем дальше. «Свобода взметнулась неистово, и в розово-смрадном огне тогда над страной калистовал Керенский на белом коне». Это опять-таки парафраз стихотворения Канегисера, только на этот раз уже Сергей Есенин. Это, в принципе, кореш Канегисерский. Подшит к истории пронумерованный скреплен, его рисуют и Бродский, и Репин. Это уже Маяковский. Действительно, на самом деле, мы знаем портрет и Бродского оконченный, и портрет Репина неоконченный. Причем они очень сильно отличаются друг от друга. Вы можете в этом наглядно убедиться. Ну или вот, например, уже некая дама из Маршанска прислала в редакцию одного из журналов следующее стихотворение. «Гляжу портрет его, какое славное лицо, как много мужества, ума и воли, и стало на душе легко, анархии не будет более». Какие же слова находил Керенский? Чем он кормил публику, раз она так вот падала к его ногам? А это случалось буквально. То есть дамы могли, по свидетельствам некоторым, срывать с себя украшения, кидать ему на сцену. Один раз в Москве, летом, там ветеран войны, однорукий поручик, подошел к сцене, сорвал с себя Георгиевский крест и нацепил его на лацкан, соответственно, пиджака Керенского. Он его тут же снял, этот Георгиевский крест, и отдал там фонд борьбы. «Я растопчу цветы души моей, я замкну свое сердце и брошу ключи в море». Как вам, да? Или, например, «Пусть будет то, что будет, пусть сердце станет каменным, пусть замрут все струны веры в человека, пусть засохнут все цветы и грезы о человеке, над которыми сегодня с этой кафедры говорили презрительно, и их топтали. Так сам затопчу. Я брошу далеко ключи от сердца любящего людей и буду думать только о государстве». Вы знаете, мне это напоминает, на самом деле, риторику, которую я слышал в исполнении Охлобыстина, когда он шел в президентство. Вот я смотрел его предвыборную программу, нихера было непонятно, абсолютно, но очень красиво, очень энергично, очень, так сказать, заманчиво. Вот это Керенский, на самом деле, вот примерно такой. То есть это был человек номер один. И дело в том, что действительно первые месяцы после февральской революции был всеобщий энтузиазм, народ соскучился по митингам, были даже так называемые митинги-концерты, то есть реально выступали поэты, могли даже исполнять какие-то песни, и, соответственно, произносились речи потоком. Но к лету это настроение начало падать, особенно тому способствовала, конечно же, непрекращающаяся война, особенно на фоне приказа номер один знаменитого, который отменил чинопочитание в армии. И солдаты теперь формировали солдатские комитеты, которые сами решали, идти им в атаку или не идти им в атаку, подчиняться этому офицеру или нет, вообще выдавать ли офицерам оружие. Ну, то есть, как вы понимаете, это очень способствует военной способности любой армии. Ну и понятно, что настала полная анархия в рядах некоторых воинских частей. И вот, чтобы победить эту анархию, банкир Путилов, масон, вместе со своими корешами, сделал ставку на Лавра Георгиевича Корнилова. Да, был генерал такой, выдающийся во всех отношениях. Он был наполовину то ли там туркмен, то ли калмык, то ли хрен поймешь кто. Но у него действительно там черты лица такие немножко азиатские. И он мало того, что уже в довоенную эпоху там совершал всевозможные разведывательные рейды, пользуясь тем, что он выглядит как туркмен, да, собирал какую-то информацию в тех местах, куда русский человек побоялся войти. А потом во время Первой меры войны он был единственным генералом, который убежал из немецкого плена. То есть он, да, он причем делал несколько подпыводок и последний увенчался успехом. Тут надо сказать, что, конечно, тогда их в плену содержали не так, как во время фашистской Германии, да. То есть все-таки он был генерал, их держали отдельно. Более того, он там, ну, фактически подкупил, уговорил там одного из его охранников. Вот. И Лавр Георгиевич Корнилов был тот человек, который арестовывал Александра Федоровна в царском селе. Сделал это максимально корректно, пока Ники был, соответственно, в Ставке. И вот этот вот Корниловский мятеж стал, как это принято говорить в иностранных сценариях, тёрнинг-поинт, да, поворотным моментом, одним из ключевых актов той драмы, которая развернулась в 1917 году. Сейчас мы прерываемся, потому что мы пришли к одному из главных масонских объектов города Петербурга. Ну, во-первых, вот перед вами, видите, в Контровом, как будет интересно выглядеть, князь Кутузов Смоленский. Это ему, соответственно, выдали это прозвище за заслуги. Здесь у нас, об этом я буду говорить отдельно, подробно, когда у нас будет экскурсия «Американский Петербург», но здесь у нас на самом деле наверху белоголовый орла на здании дома Зингера. Это у нас символ уже США, а США – это страна, построенная изначально на идеях масонства, свобода, равенства и братства. Вообще, свобода, равенства и братства – это масонский главный слоган. Ну и, конечно же, Казанский собор. Значит, построен он был масоном Андреем Воронихиным по инициативе и наказу масона Павла Первого на деньги и под протекцией масона Строганова. Поговаривали, что Андрей Воронихин внебрачный сын Строганова. У Павла Первого была мечта соединить католицизм и православие. И вообще, изначально, если мы посмотрим на изначальный проект, должно было быть две колоннады. Одна здесь, вторая с той стороны. Они как раз должны были обозначать вот это вот единение. Потому что, если вы посмотрите на прототип Казанского собора, на собор Святого Петра в Риме, то вы видите, что она одна колоннада. Этой колоннадой, кстати, Воронихин очень круто решил проблему главного входа, потому что главный вход всегда по русско-православной традиции должен быть у нас в Запад, а Запад там. Поэтому вот здесь люди входят, но это такой вход дополнительный. Фонтана этого не было. Вообще, этот сквер разбили в начале 20 века по приказу главного начальника Клейгельса, потому что здесь всегда проходили всевозможные бучи. Я об этом уже как-то раз говорил. Здесь, например, случилась самая первая демонстрация в Российской империи, на которой Георгий Плеханов, тогда студент технологики, толкнул речь. А Яков Потапов впервые поднял красный флаг. Но нас в данном случае интересует не это. Во-первых, вот там наверху, но отсюда не видно. Мы сейчас отойдем подальше. Там у нас традиционный знак лучезарная дельта. Это, так сказать, дуальный знак, как и большинство знаков. То есть в православии это Бог следит за вами. Там еще обычно располагается у нас глаз обычно в центре этого треугольника. Ну, а для масонов это, соответственно, вот великий геометр. Создатель тоже за данными наблюдает. Еще здесь очень интересно, конечно, посмотреть на количество колонн. Здесь я уже прибегну к шпаргалке, потому что я об этом узнал только у Максов. Больше об этом я ниоткуда не мог узнать. Их 96. Да, 96 их не случайно, потому что тут нам нужно рассказать про такую науку, как гематрия. 96 по гематрии это такое ответвление кабалы, можно так сказать. Наука о числовом значении букв обозначается буквами иерейского алфавита, получается вместе цав. Слово цав на иерите означает повели, прикажи. Так называется одна из глав книги Левит, что означает повели. Повели Господь соединить прежде разъединенному христианству, повели государь, наш госмейстер Мальтийского ордена Павел, ветвь Петрова, повели сделать, чтобы все эти чани сбылись. То есть, вы понимаете, что это не только без пол-литра не разберешься, а вообще не разберешься. Но это, в этом все масонство. То есть, как бы для простых людей колонны и колонны. Ну, благо они из пудожского марамора. Это вообще дало... Не мрамор. Ой, извините, камня, да, из пудожского камня. Ну, это вообще дало, соответственно, изнаменитая байка такая, что Строганов приходит к Павлу и говорит, все, у нас теперь все свое. Свои архитекторы, свои материалы. Пудость – это область под Петербургом, да. Ну, и Павел на это ехидно замечает, ну, тогда налейте-ка мне Мадеры, да. Барклай де Толли тоже масон. И здесь мы, соответственно, получается, от конца к началу идем, да, пару слов вообще, что такое масонство, как оно возникло и так далее. Потому что, если мы возьмем конец 18-го, начало 19-го века, то мы увидим, что, ну, вот, расхожая фраза той эпохи, но кто же нынче не масон. В обывательском представлении масоны это еще иногда жидомасоны, да. Я всегда говорю, что жидомасоны – это ксимарон. Потому что евреев в масонство не принимали очень-очень долгое время. Собственно, как и женщин. Да, баба – не человек. Ты не знал? Слушай, опять. Прогрессивная Российская империя шла на поводу у нынешних активистов из движения МД, мужское движение, которое считает, что баба тоже не человек. Ее надо воспитывать, бить периодически, и тогда все будет правильно. А те, кто не подчиняются этой идее, те – олени. Вот я олень, классический, вы понимаете. Да. Но суть не в этом. Значит, действительно, масонство было очень развито в России. Одним из первых таких активных насаждателем был Иван Перфилевич Елагин. Вот у нас есть Елагинский остров, там его дворец. Вот там, соответственно, собиралась вся масонская братья. Коль славен наш господь Сионе, гимн, который звучит на Петропавловке. Это масонский гимн изначально. И, по сути, это была система таких тайных мужских клубов. А все, что тайное, оно, во-первых, а, притягательное, б, очень модное. Крайне интересный и порой комичный был обряд посвящения масоны. Ну, во-первых, принимали только самых достойных. За вас должны были поручиться как минимум два брата. Дальше за вами наблюдалось довольно долгое время, устанавливая наблюдение за вашим поведением. И перед тем, как пройти обряд инициации, вы должны соблюдать пост минимум двухдневный. Потому что, когда вы приходили в точку Х, вам завязывали глаза, оголяли одну из ног, то есть, закатывали штанину, да, вели всякими коридорами, закоулками, впрочем, могли положить в гроб на какое-то время, да, чтобы отдохнули. Затем за вами приходили, ну, представляете, да, вы лежите в гробу в полной темноте, то есть, как бы, ну, очень вдохновляет. Затем вас опять поднимали, шли, вели тоже всякими разными там, закоулками. На самом деле происходило, как правило, в одном доме, просто по разным комнатам вас не убралась все братья, могли там выстрелить надухом из пистолета, могли проткнуть плечо шпагой, ну, как проткнуть просто, уколоть, да, чтобы капелька крови вышла. Потом снимали с вас повязку, вы видели, что, оказывается, ой, и этот, и этот, и этот, и этот тоже, да, там стоят такие чуваки, этот, apron, 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 это у нас передник, в передниках, да, вот, ну, и, соответственно, все, вас посвящали, выдавали вам нужные атрибуты, самое главное, там, перчатки, белые, которые означали, что вы теперь только в белых непорочных перчатках можете притрагиваться ко всему и этим заниматься. Вот дворец Троганова, здесь, вы знаете, я даже специально сделаю вам сейчас, нажму на паузу, и сделаю такой, закадриваю вам комментарий, потому что я специально, вот, перед своей очередной экскурсией туда сходил, воробесковый зал, сфотографировал там нужные мне знаки, поскольку, вот, я даже пытался поинтересоваться у научных сотрудников, никто мне толком так и не объяснил, как они расшифровываются. Опять-таки, пришлось обратиться к мацеху, который хотя бы что-то мог расшифровать относительно этой довольно замысловатой, этой довольно замысловатой атрибутики, которая там присутствует, ну, а остальное уже накапывал сам. Итак, добро пожаловать в Строгановский дворец, перед вами арабесковый зал, вот это его вид с одной стороны, и вот это его вид с другой стороны. То есть, при первом приближении мы наблюдаем, в общем-то, традиционную картину, паркет, всевозможные камины и какие-то орнаменты, узоры на стенах. Вроде как, ничего особенного, и если вы попробуете добиться расшифровки этих рисунков у местных работников, то вряд ли у вас что-то получится. Более того, и я не смогу вам обозначить каждый орнамент и каждый знак, однако, здесь скрыто очень многое. Согласно трактовке Леонида Мацеха, это система восхождения по степеням духовного посвящения, то есть, то, что называлось перфекционизм. Иными словами, возможность для человека обрести при жизни слияние с божеством, добиться духовного идеала. Например, взглянем вот на этот ракурс, опять-таки, камин, и по бокам мы видим всевозможные фигуры и какие-то орнаменты. На первый взгляд ничего необычного, ничего такого вам в глаза не бросается. Однако, вот присмотритесь с правой стороны, я сейчас вам специально увеличу. Здесь у нас изображен цветок, вот с левой стороны полоса, и два ключа. Я бы изначально трактовал эти два скрещенных ключа как, может быть, символ Ватикана, только там над ними должна была быть папская тиара, и, в общем-то, вот когда я показываю герб Петербурга, всегда провожу параллели между двумя скрещенными якорями и двумя ключами этой самой эмблемы. И действительно, эти два ключа отсылают нас к христианскому раю. Это ключи Царства Небесного, и именно поэтому они изображены, собственно, на папском гербе. В Евангелии от Матфея мы можем прочитать «И дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах». Ну и тут нужно добавить, что на гербе Папы Римского эти ключи, во-первых, перевязаны, и они там разные. Один из золота, другой из серебра. Золотой ключ указывает на власть на небесах, серебряный ключ на духовную власть непосредственно Папы Римского на земле. Гранатовый же цветок, который изображен в обравлении таких серебряных листьев, это уже рай иудейский. Это песня песни царя Соломона с его гранатовым садом. Настоятельно рекомендую вам перечитать Сулами в Куприна, где сделана попытка восстановить сюжет песни песней. Далее, если внимательно приглядеться, это уже я, просто немного покопавшись во всевозможной масонской символике, увидел ангела довольно странного с двумя змеями над ним. Это совокупность двух понятий, как ангела, так и бога Гермеса или Меркурия, потому что две змеи это символ его жезла Кадуцея, ну и крылья в данном случае тоже являются его атрибутом. А бог этот является одной из центральных фигур всей масонской символики. Вот, например, перед вами штандарт ложи, который так и называется Гермес, вы можете видеть надпись, и тот самый Кадуцея, две змеи, крылья, в общем, все, что мы так любим. Постоянные курительницы, священный огонь знаний. Вот здесь с правой стороны обратите внимание, явный масонский символ, священный огонь, по бокам две вазы. Вот здесь тоже черт его разберет, что за черт, сатир какой-нибудь несет, тот же самый огонь. И вот здесь тоже над сисястыми ангелами опять-таки мы видим тот же самый огонь, причем воскуриваемые к небу на неком жертвеннике. Я уж молчу про всех этих грифонов, вот видите здесь чуть слева по центру и выше сидит такая тварь крылатая с милейшим лицом. В общем, подводя итог, вот авторы этого концепта были и эрудитами, и теологами, которые смогли воплотить свои умозрения в красках. Это подлинная картина восхождения человеческой души от первобытной дикости, от Адама, охотника, сеятеля и так далее. И, кстати, Адам там тоже присутствует, до высочайших вершин слияния с абсолютом. Ну и как, собственно, теперь вы уже все поняли, обретение рая. Причем рая в его абсолютном значении, неважно какой это рая, христианский или иудейский. То есть это у нас еще один такой стопроцентный масонский объект, где жило не просто масон, а масонское семейство. Воронихин, кстати, вместе с сыном Строганова Павлом путешествовал по Форванции, был там во время революции. Об этом я рассказываю обычно отдельно в Париже, потому что сын Строганова вступил в Якобинский клуб. Ну и, судя по всему, Воронихин тоже. Вы вообще задумайтесь об этом. Сын одного из богатейших аристократов России, который жил за счет крепостного труда своих крестьян, сидел там, соответственно, в церкви. господи, как у нас Сан-Тонаре улица, да, там она располагалась и, в общем, голосовал там за всякие петиции и так далее. то есть, вот такие пертрубации происходили иногда. Ну, а теперь еще отматываем назад, значит, вообще, что за масонство, откуда оно пошло. Изначально речь шла о царе Соломоне, который строил свой храм. У нас царь Соломон крайне важен для нашего государства, потому что наша армия существует под звездой Соломона, пятиконечная звезда Соломона. Масонский знак, кстати, армия Соединенных Штатов тоже существует под звездой Соломона. Масонский знак, кстати, у нас красная, там желтая. И когда он строил этот храм, там был такой, как же его звали, червято, это его звали, который, ну, вообще, Соломон, он же обладал там тайными знаниями и всякими там суперпауа, то есть он был одним из первых суперменов и вообще супергероем современности тогдашней. Шамир, вот. это был такой червь, способный разрезать камни, металлы и алмазы. Шамир использовался при строительстве первого храма вместо режущих инструментов, так как орудия, которые могут нести кровопролитие, не подходят для мирного храма. и тут масоны выключили свет. Вот чего только не сделаешь ради вас, наши замечательные зрители. Даже вот эту херню поправишь у себя на голове и очки сменишь. И время года, и время дня. Специально вернулись к вам, чтобы продолжить наш увлекательный рассказ. Итак, Шамир этот вот червь, который мог резать камни. И соответственно, нельзя было приносить в храм все те орудия, которые могли служить орудием убийства. Поэтому все там было деревянное. И мастер хирам построил храм. Вообще хирам такое имя, конечно, на русском звучит. Прости господи, но хочется шутку за 300. То есть когда вы хотите кого-то послать к хирам, это, можно сказать, вы посылаете к масонам. Ну и естественно, у него были работнички, работнички завистливые. Они считали, что он знает какие-то волшебные секреты, а он их реально знал, потому что Соломонов царь, это Соломонов храм, это вам не к хирам ходить. И они к нему пристали, чтобы он эти секреты открыл. А он не хотел по понятным причинам. И тогда там три самых нечестивых, нерадивых. Что за байкеры, которые ездят под техно и под всякую такую электронщину? я вот я всегда рассказываю, что в Москве меня убил человек, который ехал на Харлее и слушал Белые Розы на всю Камаринскую, а точнее на всю Покровку. Ну, это ладно, это мои личные комплексы. Мне кажется, что уж надо херачить под ACDC. Да, самое зачетное музло для этих целей. Они к нему подошли и сказали, слышь, заговорить не найдется. А если попрыгать? А мелочь есть? А секрет откроешь? Нет? Ну, и тогда один из них взял, соответственно, линейку садановому по горлу, второй воткнул циркуль ему в грудь, ну, а третий прикончил это все дело молотком в голову деревянным. Убили они этого несчастного мастера, ну, его, естественно, хватились и сломо приказал разыскать. их схватили, они сказали, где они, соответственно, его закопали. Когда его обнаружили, тело его уже разложилось, и, соответственно, они его начали собирать, и вот вся масонская история с обрядами, она, как правило, базируется вот на восстановлении тела этого хирама, чтобы, как бы, изменить материю и победить смерть. далее повествование плавно переходит в средние века, когда была система гильдий, гильдий, там, не знаю, челочников, булочников и так далее. Я вот читал книжку «Повседневная жизнь средневекового Парижа», там весь трындец, то есть, например, если ты делаешь там какие-нибудь, ну, келоты, назывались, штаны, то ты не имеешь права делать пуговицы. Пуговицы должен делать другой человек. Все было очень жестко регламентировано, и поэтому, но это, с другой стороны, защищало работников этой гильдии от всего, чего только можно, и поэтому туда было очень сложно попасть. Ну и была, естественно, гильдия строителей храмов, те самые масоны. Масон это вообще каменщик, мейсон по-английски масон, масон, гайморитно так говорить, и тогда у вас будет французский проноунс. считается, что вот эти строительные гильдии, которые в основном возводили храмы, они и были базой, на которой были основаны масонские общества. А дальше это уже версия, которую педалирует непосредственно Леонид Мацех, и она мне, честно говоря, нравится, потому что она опять-таки такая французская, я рассказывал об этом в Париже, рассказывал в дековидную эпоху. Значит, в средние века был первый крестовый поход для того, чтобы завоевать гроб Господень. И когда они отвоевали вот, соответственно, самый главный храм, точно так же, как Владимир Ильич Леин, видите, отвоевал банковские сбережения и все банковские активы граждан. То есть приходит человек, а ему говорят спасибо, было ваше, стало наше. Естественно, Путилов под эту лавочку свалил из России и продолжил свою деятельность там, во Франции. Но это мы, так сказать, переключились на ту тему. И был второй крестовый поход, который очень сильно пропагандировал Бернард Клерборский, Клерборский Бернард до Клербор, на самом деле по-французски звучит, мне по-русски сложно это даже произносить, Клербор это место, это, соответственно, географическая точка. Была проблема, то есть вот они отвоевали Святую Землю и, естественно, туда ломанулись люди, паломчество, это такой средневековый туризм, и надо было их охранять и саму эту землю охранять, а средневековое общество, оно было очень удобно поделено на страты, то есть вот было, соответственно, были те, кто молились, были те, кто воевали, и были те, кто их обслуживали, те, кто пахали земли, в общем, крестьяне, то есть духовенство, рыцарство и те, кто на земле сидит. монах ни в коем случае не мог взять в руки оружие. Что было с этим делать? Вот тогда Бернар разработал новую концепцию, ну, не один, он был ее основным автором, о том, что может монах взять оружие в руки, и тогда он становится рыцарем-храмовником. Тамплиеры от слова тампль, тампль это по-французски храм, темпль по-английски, тампль по-французски. И вот эти вот рыцари-храмовники организовали свой орден, принимали обеты определенные, и дальше вот я даже специально нашел книжку 1914 года, абсолютно такая в стиле РНТВ написанная, но тем не менее, значит, про Кабалу и вообще про все эти иудейские мотивы, и там есть отдельная глава, посвященная тамплиерам, потому что в какой-то момент они свои учения стали базировать еще на различных иудейских открытиях. Как это вообще было возможно, как это произошло, потому что это жиды проклятые, с точки зрения человека того времени. Так вот, в Константинополе произошла встреча, рыцарей тамплиеров и самых главных умов мира иудейского, и они нашли общий язык, к удивлению обеих сторон, и вот ученые мужи с пейсами открыли страшную тайну, несколько страшных тайн. Одна из этих тайн гласит о том, что воду, особенно в пустыне, надо не освещать, а кипятить. Это очень полезно для сохранения жизни ваших воинов. Второе, арабское изобретение аль-кахоль, алкоголь крепкий, да, ему можно не только это... Семенович, давай как бы с Готфридом Бульонским бухнем немножко. Нет, им можно еще раны обрабатывать. И это тоже будет способствовать продолжению жизни. Потому что ведь и в те времена, и потом, и вот у нас во все эти там русско-турецкие и прочие войны основные потери были не во время войны, а во время всяких переходов, стоянок и прочее. Люди, блин, дохли от всего на белом свете, холеры и прочее, в данном случае от дизентерии в основном. Там же был прекрасный король, который умер от кровопоноса, да, прямо в святой земле. И третий секрет, это секрет банковского чека. То есть, раньше, если вы хотите купить там трешку в Кудрово, то вам надо взять 50 вазов с золотом и отвезти в строительную компанию. А по дороге всякие разные люди будут интересоваться, что вы везете и не поделитесь ли вы с ними. И у вас нет аргументов, чтобы этого не сделать. Евреи, которые жили и живут до сих пор по всей планете Земле, им нужно было с этим что-то делать, и они придумали вот этот чек. То есть, это система доверия, это некие бумажки, на которых написаны определенные вещи. И вот, во-первых, нужно было принять эту систему доверия, во-вторых, нужно было принять идею, что в принципе деньги это хорошо, потому что католическая и православная в частности традиция забегая вперед это отрицает, деньги это плохо, и уясните вот систему этого шифра. Поэтому они по этой теме очень быстро разбогатели, там еще был такой момент, что когда кто-то отправился в Христовый поход, он отдавал тамплиерам на сохранение свои там какие-то ценности. В Париже есть отдельный квартал называется Тампль. Если вы стоите спиной к острову Сите и смотрите соответственно на север, то он где-то так под 45 градусов находится. И это как раз квартал тамплиеров. У них была фактически такая крепость в крепости, крепость в рамках самого Парижа. крайне надежная. Ну а некоторые же не возвращались, а ценности оставались в их владении. Ну и в итоге король Филипп Красивый вместе со своим подельником можно его так сказать на горе он замыслил процесс против тамплиеров, потому что ему нужны были денежки очень сильно. Всем королям всегда нужны были денежки. Ну и там начались процессы. Их пытали, они сознались в том, что они плевали на распятие, детей ели, кровь пили. В общем, все то, чем я занимаюсь в свободное время, когда работаю на все разведки мира и порочу звание настоящего гражданина империи, защитника родины, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. И Жак Дамале, гроссмейстер ордена намплиеров, ему как бы ноги сожгли почти по колено. Но они потом в какой-то момент отреклись от того, что они сказали. И вот, если вы сегодня приедете в Париж, выйдете на стрелку острова Сите, там, где стоит память Генриху Четвертому, спуститесь вниз, то вот эта территория, она на самом деле намывная, насыпная. Там раньше было три острова. Один Коровий, а второй остров Евреев, он так и назывался, потому что их там жгли активно. Люди вокруг стояли с попкорном по берегам и наблюдали за этим процессом. В общем, там сожгли этих тамплиеров, и Жек Дамале, погибая, сказал, что и ты, дорогой Филипп, и твой подельник, и папа римский, который все санкционировал, скоро ко мне присоединились. И реально года не прошло, они все двинули кони. Есть замечательная... Мы сегодня были днем, и я слышал ту же самую песню. У него не меняется, у него не меняется на самом деле репертуар. «Ля Гуамади» называется серия «Проклятые короли», и на ее основе был снят совершенно потрясающе обалденный сериал французский. Он меня поразил такими адаптированными костюмами, адаптированными декорациями. То есть там декорации не в прямом смысле средневеково, они переосмысленные. То есть такая художественная работа, очень крутой сериал, я не знаю, я рекомендую. Я не знаю, есть ли он в русском переводе, возможно, есть. Ну, загуглите. Я его смотрел на французском, когда учил французский язык. И дальше, соответственно, начинается история о том, что часть этих тамплиеров, она, естественно, сбежала от этого процесса, и одни убежали в Шонтландию, а вторые в Швейцарию. И тут вопрос, откуда в Швейцарии бабки. То есть мы знаем, что там шоколадки растут на деревьях, альпенгольд. Ну, Швейцария известная родина шоколада, как мы знаем. То есть на самом деле тогда это, ну, горы, реки, озера, и это сейчас все круто. Там, Набоков свою жизнь закончил там с прекрасным видом из окна в отеле. Но на тот момент это нищий, вообще нищий край. Там ничего нету, блин. ничего не растет. И вот как бы вся эта швейцарская система банковская, она, считается, идет вот оттуда. И масоны, они как бы, часть масонов считает, что это все произошло вот именно от тамплиеров. И здесь у нас есть еще один масонский памятник. Это вот эта вот колонна прекрасная во всех отношениях. На самом верху масон Александр I стоит. Ну, как бы он потиангел, но известно, что лицом похож. Я уже как-то рассказывал, что он, когда в том же самом Париже стоял на Вандомской площади и смотрел на Вандомскую колонну, на верху которой Наполеон на тот победу был. Потом скинули, потом опять вернули. В общем, там долгая история. Он сказал, у меня бы загружилась голова, если бы оказался на такой высоте. Но тем не менее, вот эта колонна, она выше, чем Вандомская. Более того, она монолитная. И там есть у нас, соответственно, знак в кружке лучезарная дельта. В данном случае она имеет коннотацию именно масонскую. Знак воздаяния заслуг перед императором Александром, перед Михаилом Иллариевичем Кутузовым и всеми теми масонами, которые сражались за родину нашу. Всегда рассказываю историю про эти замечательные ограды. Я, когда был юный молод, полон сил, и как-то шел, вот я сейчас слышу, кстати, звук саксофона доносится, мы сейчас туда подойдем. А вот тогда вот этого всего не было. Я шел ночью с одной прекрасной феей с Васильевского острова, потому что дождался, когда мосты свели, мосты тогда разводили. Их и сейчас разводят, но сейчас есть заседеи, и можно это все объехать, а тогда этого не было. с начала четвертого три часа ночи здесь сидит одинокий саксофонист, на ступенях играет, у него рядом такая мохнатая большая собака, а вокруг ездит такой одинокий роллер. И это вот прямо у меня был такой экзистенциальный приход, я прямо понял, что я Петербург, я прямо слился с городом и понял, что, божечки, как же мне повезло, что я все-таки родился здесь, а не где-нибудь, да. Да! А потом, соответственно, чтобы туда не залезали всякие разные саксофонисты, поставили вот эту ограду. Но там много всяких штучек торчащих, их же очень удобно отламывать и себе носить, поэтому, чтобы та ограда не страдала, поставили вот эту ограду. Это ограда, охраняющая ту ограду. И если бы вот эта ограда была тоже какая-то ажурная, то поставили бы еще одну ограду, и так бы они бы эти ограды до зимнего Прикол в том, что несмотря на то, что это масон, но именно этот масон как бы лавочку-то и прикрыл в 1922 году, сказав, что все, тайные общества до свидос, потому что он знал, что эти масонские тайные общества как раз готовили там всякую бучу, что потом и произошло в 1925 году. А вот в этом дворце в июле 1917 года произошло удивительное событие. Сюда переехало временное правительство. Оно сначала заседало в Мариинском дворце, потом в здании Министерства внутренних дел на Чернышевой площади, ныне площади Ломоносова. И они переехали сюда, потому что вот здесь располагался штаб Петроградского военного округа. Пардон, не здесь, а вот здесь. Вот в этом здании, построенный по проекту Александра Брилова. И вместе с ним, естественно, заехал Александр Федорович Керенский, который занял апартаменты Александра Третьего на третьем этаже. Значит, в апартаментах Александра Второго расположилась его канцеляря. Сам он расположился в потрясающе, красивейшем, уютнейшем, вообще, просто, мой любимый интерьер в армитаже, это, конечно же, библиотека Николая Второго. Ну и тут начались как бы всякие истории про то, что Керенский метит в цари в новые, там его называли Александр Четвертый, он сам шутил, что у него роспись похожа на роспись последнего царя, и там поговаривают, что он метит, жениться на одной из царских дочек, в общем, ну, молва, понятно, да, идет, но еще более потрясающие, по-моему, у меня слово потрясающее опять начинает, да, мелькать, да, ну, у всех есть слова паразиты, да, ну, наверное, потому что я в потрясающих очках, и поэтому как-то, да, и в потрясающем городе иду в потрясающую погоду по потрясающим асфальту, с точки зрения 19 века это потрясающий асфальт, это вообще потрясающее покрытие, господи, я его еле заметил, он вот там вот сидит где-то за, сейчас мы к нему подойдем, да, он туда поселил Брешко-Брешковскую, которую называли бабушкой революции, и она одно время занималась тем, что ездила по городам и бесям и соблажняла неоперившуюся молодежь на теракты, но еще удивительной звучит история, когда там оказался Борис Викторович Савенков, Вот это обалдеть! Блин, у меня нет бабла с собой никакого, возможно это это самый мужик, я не знаю, но только здесь он в данном случае закрылся от всех, чтобы никто не мешал ему, значит, Савенков, это, я миллион раз о нем рассказывал, к сожалению, не успел отдельную лекцию о нем прочитать, но возможно когда-нибудь это сделаю. Это человек, который в полях руководил покушением на Сергея Александровича, дядю царя, и его убил Иван Коляев на территории Кремля, и на министра внутренних дел Вячеславу Константиновичу Плеве, которого грохнул Егор Сазонов здесь, уже в Петербурге у нас. Потом там был грандиозный скандал с разоблачением Евна Азефа, одного за руководителя партии СССР. Савенков ударился в литературу, ему Зинаида Гиппиус подобрала псевдоним Ропшин, такой с намеком, потому что в Ропши грохнули Петра Третьего, и он написал несколько книг, кстати, я всегда говорю, что книг не плохих, ну, реально, их интересно читать, там, конечно, очень чувствуется его позерство, там какой-нибудь бледный, какой-нибудь вороной, то, чего не было, воспоминания террориста, но воспоминания террориста это такая полудокументальная как бы проза, а вот все остальное это типа билетристика, и там такой, понимаете, герой-любовник, прямо вот декаданс-декаданс, он такой вот весь роковой, вот он там и, значит, на чиновников с бомбой охотится, и убивает на дуэли мужа своей, любовницы, и, в общем, он такой вот, понимаете, вот герой нашего времени, но недопечорен немножечко, да, то есть если у Лермонтова все-таки фигура более цельная, у него как-то так, но еще раз хочу сказать, если вы хотите понять дух той эпохи, прочитайте его, книжки крайне познавательное чтиво, так вот, Савенков был правой рукой Керенского, кстати, Керенского, а не Керенского, он сам об этом в своей книжке пишет, да, что его часто называют неправильно Керенский, нет, Керенский, ударение на первый слог, он был его правой рукой, и там была такая ситуация, когда вообще власть в стране разваловалась окончательно бесповоротно, и Савенков вдруг, откуда ни возьмись, оказался государственником, то есть он понимал, что надо вводить смертную казнь, надо приводить армию в порядок, и, в общем-то, он, поскольку был привычен каким-то там тайным, снимают у нас явно очередные тиктоки, видите, мы живем в эпоху, когда вокруг все, все чего-то там снимают, значит, выбор пал на вот этого самого Лавра Георгиевича Корнилова, я вот не помню, где я про Корнилова рассказывал, там или здесь, ну ладно, мы просто, видите, днем снимали первую часть, у нас звук потерся, и здесь я продолжаю, я так примерно вспоминаю, что я рассказывал, что я не рассказывал, ну, извините, это дождь, что ли? Ну, типа дождь, да, в общем, он поехал к Корнилову, убедил его в том, что ему надо, соответственно, встать во главе войска и русского, и быть правой рукой Керенского, и, в принципе, они нашли вроде как общий язык, и дальше началась просто цепь совершенно потрясающих событий одно нелепее другого. Если сейчас их начать рассказывать, мы отсюда с этой дворцовой площади никогда не сдвинемся, но, в общем, там получилось так, что недоверие с обеих сторон возрастало в геометрической прогрессии, и виной тому было несколько человек, а самое главное бывший глава Синода временного правительства Львов, это не председатель временного правительства Львов, это его однофамилист, который там ездил от одного к другому, ни слова не сказав, что он кому-то чем-то уполномочен, но каждому нашептывал свои какие-то идеи, и в итоге желая только добра, в итоге их окончательно перессорил. Ну и все, и Керенский подал на самом деле Демарш Корнилова на Петроград не как помощь, а как наступление контрреволюционных войск. И более того, он Савенкова назначил сначала министром, потом военным губернатором Петербурга. Вы только задумайтесь над этим. Террорист, который убил дядю царя и министра внутренних дел, стал сам министром и на какое-то время главой нашего города. Ну это же как бы, где еще можно найти более увлекательного сюжета, как не в нашей истории. Корнилов делегировал главный удар генералу Крымову, а Крымов он был известен как такой бескомпромиссный человек, и самое главное он шел с дикой дивизии. Про дикую дивизию ходили, ходил такой анекдот, что ну они говорили мы не знаем что такое старый режим, новый режим, вы просто режим. И поэтому их дико боялись на самом деле. Крымов сюда явился, ну он-то шел опять-таки никого не убивать, он шел наводить порядок, а его подали как какого-то контрреволюционера. Он пришел сюда в Зимний дворец на прием к Керенскому, тот на него реально наорал, сказал, что значит мы ваши все тайные планы знаем, Крымов в полном вообще ауте, и он пошел к своим знакомым и застрелился. Ну то есть он просто это был русский офицер, как бы у него были определенные понятия о чести, достоинстве и так далее, он этого позора не вынес. И в итоге короче Керенский переиграл Корнилова, Керенский переиграл Савенкова, потому что Савенков хотел при Корнилове быть таким серым кардиналом, в общем всех переиграл, но ненадолго. Ненадолго он разошелся со всеми, включая своих братьев-масонов и с Некрасовым, и Тереченко, и с Коноваловым, и всеми остальными. Более того, как вы видите, масон Поляков выступал против него, да, спонсируя Корнилова, то есть я к тому, что когда говорят про какой-то там масонский заговор, люди совершенно не в курсе, что в этом клубке противоречий те же самые масоны были по разной стороны баррикад очень часто. Закончилось это все печально для него, он на самом деле по распространенной легенде бежал в женском платье, это все чушь собачья, он не бежал ни в каком женском платье, да и не бежал, он выехал на встречу, как он считал войскам верным ему, но ситуация была такова, что действительно стране нужна была крепкая власть, настолько крепкая, что могла казнить и миловать. Вот такой властью стали большевики, во всем огромном государстве не нашлось других людей, которые смогли бы привести страну хоть к чему-нибудь. Конечно, там началась анархия, гражданская война и все такое, и Ленин на это сознательно шел, это была часть его программы гражданской войны, но он, как человек умный и циничный, понимал, что другого выхода нет. Временное правительство и Керенский, в частности, оказались более мягкотелыми, то есть они все пытались какими-то там, знаете, моральными устоями действовать, моральным примером, ну какой нафиг моральный пример, когда кронштадтская солдатня сразу же после февраля устроила настоящую резню у себя, перестреляла офицеров, убила трех адмиралов, и потом отказалась подчиняться и временному правительству, а когда пришли большевики к власти, так они и при них устроили кронштадтский мятеж. Но большевики не миндальничали, они там отправили господину Тухачевскому, который их там чуть ли не газами задавил, и помните такую песню, нас водила молодость в пламенный поход, нас кидала молодость на кронштадтский лед. Этот кронштадтский лед это подавление кронштадтского мятежа. Керенский, несмотря на то, что он когда ехал на Ленинские прииски, это был один из известных судебных процессов, который его прославил, простудился дико, и в общем-то ему потом пришлось удалить одну почку, так он с одной почкой дожил почти до 90 лет. Он пережил всех, всех абсолютно, и Лениных, и Сталиных, и всех этих белогвардейцев, и Деникина, и всю остальную братью. Но он вот был, то есть вот жил человек в Штатах, да, его дети, кстати, сделали там неплохую карьеру, правда, ну вот, сестра, оставшаяся в Советском Союзе, естественно, была репрессирована, причем не единожды. Здесь у нас, кстати, вот трамвай ходил раньше, здесь была конечная станция, первая линия была достаточно короткая, он ходил туда, на Благовещенский мост и на Ваську, и потом обратно. Вот, главный штаб, 8-я линия ВО. Открыт в 1907 году. Почему трамвай не был открыт раньше, я миллион раз рассказывал, потому что конка, 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 афганист и пленка, потому что конка, акционеры конки сидели в городской думе и не хотели уступать своих баб денег. Вот, на этом, соответственно, история с Керенским заканчивается и начинается еще один миф, стандартный, традиционный масонский миф. Вот это Гороховая улица, это центральный луч Трезубца, там Невский проспект, соответственно, там у нас Вознесенский проспект и пим-пим-пим да и здесь у нас фонтан. Если посмотреть на это все сверху, то получается, что у нас вот это ну почти лучезарная дельта, то есть треугольник и глаз сверху и любители всяких там заговоров, они очень часто любят обсасывать эту тему. Более того, то же самое Леонид Мацех на голубом глазу говорит, что вот это является подтверждением того, что Петр Первый задумал город по масонской схеме. К сожалению, это все чушь собачья. Дело в том, что схема эта была окончательно опробирована при архитекторе Еропкине, да, это уже эпоха Анны Ивановны, которая, правда, его и погубила, он там вместе с конфидентами своими был казнен. Это, во-первых. Во-вторых, вот эта часть, по которой мы сейчас идем, она долгое время была абсолютно пустой. Здесь был разбит бульвар, куда, надевшую руки, боливар, Онегин едет. И об этом можно прочитать как раз-таки в моем путеводителе и даже видеть, как этот бульвар, ну, это, имеется, боливар шляпа выглядела. Она была не настолько красивая, изящная и потрясающая, как моя, но тоже неплоха для тех времен. И, в общем, когда уже верфь сама судостроительная была перенесена ниже по течению, где сейчас у нас адмиралтейские верфи, да, здесь в 1874 году был разбит сад. То есть, вот я выучил, что это у нас Александровский сад, а возле Горьковской Александровский парк. Или наоборот. Все правильно, да, это сад, то парк, ну, ладно, пусть будет так. Ну, да, да, это Александровский сад. Не пытайтесь загуглить, потому что, когда вы загуглите Александровский сад, вам выдаст Москву. Поэтому надо проверять Александровский сад в Петербург. Фонтанов планировалось три, здесь еще два по бокам. Но возвели только это. Соответственно, это, этот глаз появился с опозданием больше, чем на полтора века. То есть, он не имеет никакого отношения к какой-то там изначальной схеме. И вообще, я вот в своей лекции про масонов рассказывал про этот вот трезубец, что и в Версале он есть. французские короли, особенно Людовик XIV, который, мягко говоря, вообще ни разу не масон, а 100% анти. По такому плану строил этот город. В Твери он есть, еще в ряде городов. Это все натягивание совы на глобус. Точно так же, как история про Новую Голландию, которая, если посмотреть сверху, да, там Google Maps, например, то есть там Новая Голландия, она треугольник, а рядом глаз. Глаз-алмаз, это глаз у нас военная морская тюрьма. По проекту Шталберта была она построена, но Новая Голландия это XVIII век, тюрьма XIX век. То есть она появилась позже. Опять-таки попытка притянуть писью к носу. Ну, поэтому не надо вот вестись на эти все истории. Всегда хочется рассказать про какой-то тайный заговор мировой. Вот-вот-вот. Но вы же знаете, что ковид это тоже, это тоже мировой заговор. Да, и все такое прочее для того, чтобы с нас тянуть деньги за вакцины. Ну, хрен знает. Я прививался бесплатно. Не знаю, кто там с кого деньги тянет. Ну, и закончить я хочу на классической экскурсоводской байке в советские времена. Самый страшный вопрос от туристов был, почему Сталин с верблюдом? Это Приживальский. И я вот буквально на днях тут водил экскурсию, и мне один из моих экскурсантов рассказывал, что да, он знает про такую байку, что Сталин с им Приживальского. Типа, вот они похожи, господи, чего таков в жизни не услышишь? И что у Ленина отец на самом деле был Каракозов. Ну, в общем, масса, масса всего такого, что опять-таки нас приближает к этой ереси про всякие масонские дела. Это, естественно, только часть масонского Петербурга. Я люблю выстраивать вот такие маршруты тематические именно там которые перекрывают какие-то другие мои истории, потому что, естественно, ну, по Невскому можно идти и рассказывать про каждый дом, и более того, у меня в моей книжке об этом и рассказано. Но вот сегодня я решил построить так. Получилось несколько, как обычно, сумбурно с, видите, с багом с определенным, потому что было очень обидно, конечно, когда я пришел, и понял, что полэкскурсии у меня просто не записалось звук. Но! Special for you, my dear! Yeah! I returned to the place where we began. Вот. Хочу напомнить вам, что, вот, путеводитель, естественно, этот можно приобрести, и у меня на сайте после моих экскурсий, после экскурсий я его подписываю, как и две другие мои книги про первое время русско-японской войны, тоже про промывку мозгов, как это делалось только во время русско-японской войны и самой Японии. Мой острый социальный роман корень, прекрасный во всех отношениях. Нет, как он, замечательный, замечательный или прекрасный, что я сегодня говорил постоянно? Потрясающий! Потрясающий, да, потрясающий, потрясающий. Как эта шляпа. В сентябре я хочу сказать, что меня не будет, я правда не знаю, когда я этот выпуск буду выкладывать, но возможно сразу, а возможно нет. С 7 по 23 я буду отсутствовать, в октябре экскурсии немножечко поуменьшится количество, но они будут продолжаться, ну а что там будет в ноябре, посмотрим, возможно я вообще уеду. А вот в январе, если вы планируете приехать на новогодние праздники, экскурсии будут, даже зимой, потому что в прошлом году прям были аншлаги, самые настоящие, поэтому Глинтвейн, Ягер, чай в термосах и вперед на танки. Все ссылки на всякие там сайты, экскурсии, книжки есть вот там внизу. С вами был гид Павел Перец, увидимся с вами офлайн, онлайн и надеюсь, может быть даже в следующей жизни. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok